МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаила Саакашвили задержали в центре Киева. Украинские власти давно собирались выслать его из страны. Авиакатастрофа под Москвой. Черные ящики доставлены в лабораторию. На месте катастрофы найдены останки погибших. Обследовано 30 гектаров. В Орске объявлен траур. Родственники погибших сдают ДНК для опознания. Она хотела семью, она очень хотела семью. Самолет, потерпевший кушения, разработан в Украине на заводе Антонов. Обвинили в шпионаже. В аннексированном Крыму задержан украинец. Все о главных событиях этого дня в итоговой информационной программе Настоящее время. Я Кристина Сворина. Здравствуйте. Под Москвой найдены оба черных ящика разбившегося Ант-148. Пассажирский самолет саратовских авиалиний выполнял регулярный рейс Москва-Орск. На борту был 71 человек. Все они погибли. После вылета из аэропорта Домодедово самолет исчез с радаров. Экипаж даже не успел выйти на связь. Кто-то летел с заработков домой к детям. Кто-то возвращался со школьной олимпиады. Кому-то не долетела мама. Кому-то сын. Почему это случилось? Версии крушения техническое состояние самолета. И что известно о сотрудничестве украинского КБ Антонов с саратовскими авиалиниями. Об этом поговорим прямо сейчас. На прямой связи со студией наш московский корреспондент Алексей Александров. Он весь день следит за расследованием авиакатастрофы. Алексей, здравствуйте. Что известно к этому часу? Да, Алексей, Алексей, вы нас слышите? Да, мы сейчас пытаемся установить связь с нашим корреспондентом Алексеем Александровым. Он сейчас в Москве и следит за расследованием авиакатастрофы. К теме расследования катастрофы АН-148 мы вернемся через несколько минут. А сейчас главная политическая новость дня из Киева. Лидер движения новых сил Михаил Саакашвили был задержан в центре украинской столицы и выдворен из Украины. На прямой связи со студией настоящего времени от здания администрации президента Украины Владимир Рунец. Владимир, вам слово. Вечер, Кристина, видите, что здесь под администрацией президента уже собрались несколько десятков соратников Михаила Саакашвили, которого, как мы уже теперь знаем, депортировали из Украины в Польшу. Буквально несколько минут назад была потасовка между витингующими и представителями полиции. Здесь появилось сразу несколько десятков полицейских для того, чтобы усилить кордон. По периметру администрации президента завязалась небольшая драка, тем не менее. Сейчас видим ситуацию достаточно спокойная. Здесь принесли мегафон и проводят акцию протеста в поддержку Михаила Саакашвили. Протестующие требуют, чтобы Петр Порошенко, украинский президент, ушел в отставку и перестал преследовать своего, по мнению, политического абонента. Да, а сейчас известно, что Михаил Саакашвили находится в Польше. Он туда прилетел на частном самолете. Мы пытаемся установить с самим Саакашвили телефонную хотя бы связь. Вам что известно? Что говорят в госпогранслужбе? Что говорят в СБУ? Какая официальная версия, как и почему выдворили все-таки Михаила Саакашвили из Украины? Ну, украинские силовые структуры достаточно долгое время молчали по этому поводу. В СБУ нам подтвердили раннюю информацию, что они не задерживали и не арестовывали Михаила Саакашвили, когда все это произошло в одном из киевских ресторанов, грузинских ресторанов в Киеве. Позднее все-таки государственная пограничная служба подтвердила, что это они задержали Михаила Саакашвили и отправили его в Польшу. В Польшу его отправили потому, что летом прошлого года именно из этой страны, по мнению украинских силовых структур, он незаконно пересек границу и проник на территорию Украины. Поэтому его выдворили на территорию государства, из которого он сюда приехал. Спасибо. На прямой связи из Киева был мой коллега. И сейчас мы снова вернемся в Москву. На прямой связи наш московский корреспондент Алексей Александров. Он весь день следит за расследованием авиакатастрофы. Алексей, что известно к этому часу? Продолжение следует... Я напомню, что в авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и еще шестеро членов экипажа. В основном это жители Оренбургской области. Также на борту были трое иностранцев. Это граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. Всем россиянам жители регионов пообещали компенсации по 1 миллион рублей. Плюс все, собственно, пассажиры на борту Ан-148 были застрахованы еще на сумму в 2 миллиона рублей. В Оренбурге сегодняшний день, сегодняшний понедельник был траурным. А в Москве на этой неделе из-за крушения самолета вся неделя, в общем, отменили мероприятие, связанное с Масленицей. Пока официальная причина крушения не называется. Называются только версии. Вот и о версиях, и о всех новостях, которые сегодня приходили по поводу крушения самолета Ан-148 в моем сюжете. На месте крушения Ан-148 нашли оба черных ящика, речевой и параметрический. Специалисты МАК в течение суток установят, пригодны ли они к расшифровке. Обломки самолета разбросаны на площади 30 гектаров. Сейчас это один из главных вопросов следователей. Разброс обломков обычно говорит о разрушении самолета в воздухе, например, из-за взрыва на борту. Источник РБК утверждает, что двигатели работали до столкновения с землей. Следов взрывчатки на месте падения эксперты не нашли. Теракт считается маловероятным. Момент падения Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения на одном из частных домов. Самолет вылетел из Домодедова в 14.24 по Москве, а уже через 4 минуты пропал с радаров. Диспетчеры аэропорта просят связаться с бортом другие самолеты в том же районе. По данным флайт-трекеров, после взлета самолет набрал высоту в 1800 метров, затем снизился до 1500. После этого Ан-148 снова поднимается до 1800 метров и за следующую минуту ныряет вниз до 900 метров. Первая версия произошедшего — отказ и взрыв одного из двигателей. Сегодня эту информацию опроверг Следственный комитет России. Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности без возгорания. Взрыв возник после падения самолета. Самолеты Ан-148 были разработаны украинской корпорацией «Антонов». Их собирают в Киеве и по лицензии на Воронежском авиазаводе в России. Именно там в 2010 году был собран разбившийся Ан. Его эксплуатировала авиакомпания «Россия», после чего борт получили саратовские авиалинии. Самолет не был старым, налетал всего 16 тысяч часов, хотя рассчитан на 80 тысяч. «Росстанцнадзор в соответствии со своими полномочиями начал внеплановые проверки в двух федеральных округах. Прежде всего, это саратовские авиалинии. Территориальное управление занимается этим вопросом по Саратову. А также внеплановая проверка по аэропорту Домодедова. Все службы, кто принимал участие в подготовке, отправке данного борта, будут проверены по выполнению своих функций». Кроме разбившегося самолета, у саратовских авиалиний в эксплуатации находится еще 4 Ан-148. Авиакомпания сегодня приостановила их эксплуатацию. В офисе авиакомпании сейчас идут обыски. Кроме того, следователи изымают документы в аэропортах, где обслуживался потерпевший крушение самолет. Алексей Александров, Никита Татарский и Никита Борисов. «Настоящее время. Москва». И теперь на прямую связь со студией «Настоящего времени» выходит Леонид Кошелев, член Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов. Здравствуйте. Заявление Следственного комитета, цитата «взрыв» возник после падения самолета. Объясните, пожалуйста, почему так? Ну, вы знаете, тут дело в версиях, что могло произойти на борту, что самолет упал. Но мне кажется, что чем дальше, тем больше подтверждение тому, что виной этому могло быть обледенение самолета. При обледенении тут есть два фактора. Одно – это облив самолета перед вылетом. Насколько я слышал из пресса, командир отказался от облива. Это, в принципе, нормальная вещь. Экипаж проверил. Командир отказался от облива, но, как его коллеги заявляли, что самолет был еще горячий, и этого не требовалось. Такое может быть? Ну, вы знаете, горячий. И, насколько я знаю, в этот день шел снег в Москве. Похоже, что, скорее всего, оборот самолета саратовских линий был, наверное, не менее часа в аэропорту Домодедово. На плоскостях наверняка был снег. Вопрос только в том, превращался ли этот снег в лед, или это был пушистый снег, который сдувает набегающий поток. Но, с другой стороны, поднимаясь в воздух, ну, вот я, насколько я понимаю, самолет долетел примерно до 50-го эшелона, где-то, может быть, до 45-го эшелона. Ну, очень вероятно, что на этой высоте было сильное обледенение в облаках. И здесь, конечно, вопрос работающей антиобледенительной системы на самолете. Ну, вот все, что я слышал до сих пор о катастрофе, как-то, по крайней мере, не опровергает гипотезу того, что это было обледенение на самолете. Леонид, еще одна из версий техническое состояние воздушного судна. Насколько это вообще реально, чтобы самолет был негоден к эксплуатации, и его допустили перевозить людей? Ну, вы знаете, такая версия, она всегда может быть, да, всегда может быть. Я, к сожалению, не могу судить, насколько такие вещи были возможны в саратовских и возможны в саратовских линиях. Безусловно, что-то могло быть с технической стороны с самолетом, может быть, с двигателем. Такие гипотезы отвергать нельзя никогда. И могла ли это быть все-таки ошибка тогда пилота? Ну, вот то, что я говорю, что главный фактор мог быть обледенение, это и есть как раз ошибка пилота. С одной стороны, облив самолета на земле. Может быть, не надо было отказываться от этого облива. Тут трудно судить. Тут трудно судить. И самое печальное, что сейчас трудно, видимо, будет установить, поскольку самолет полностью дезинтегрировался в обломках. Что было на плоскостях, был ли лед, сейчас установить невозможно. Спасибо. Спасибо. На прямой связи был Леонид Кошелев, член Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов. Цветы, фотографии, детские игрушки. Так сейчас выглядят улицы Орска в Оренбургской области, куда вчера должен был прилететь Ан-148. Люди останавливаются, плачут, вновь и вновь читают списки погибших. Кажется, в небольшом городе их знали все. О том, каким был этот понедельник в Орске, Сергей Дорофеев. Январь был, начали гадать. По линии жизни смотрели, смотрим, там двое детей, два замужцев. Она говорит, блин, а когда этот год будет? И линия жизни у нее, у нее очень длинная линия жизни была. Она хотела семью, она очень хотела семью. Линия жизни Ульяны теперь часть одной, прервавшейся линии 65 пассажиров и семи членов экипажа. Ульяне Сон было 27. Она любила петь и свое будущее связывала только со сценой. Такое ощущение было, что она торопилась жить. Пела, танцевала, на инструменте играла, да и не на одном, а на несколько. Стихи писала. Ее любили вообще все. Никогда мимо ничьей беды не проходило. А еще она не боялась высоты. Открывая ее страницу в социальных сетях, друзья Ульяны признаются, не забудут ее улыбку. Говорят, страха у нее не было даже высоко в небе. Вот после Нового года решила приехать, взять отпуск. Вот, но не долетела. Екатерина и Анастасия вспоминают свою маму. В этом году ей должно было исполниться 39. Она уехала в Москву на заработки. Домой в Орск прилетала раз в год. Она просто всех нас поддерживала. И бабушке после инсульта, и своим сестрам, которые одна в Орске, другой в Питере. И нас всех содержала. Екатерина собирается в больницу сдавать анализ ДНК. Их сейчас берут у всех родственников погибших. Образцы доставят в Москву, где и будет проходить идентификация. Когда смогут похоронить маму, дочери пока не знают. Следственные мероприятия и опознания могут занять более месяца. С родными погибших продолжают работать психологи и врачи. Сегодня в Оренбургской области день траура. На зданиях государственных учреждений приспущены флаги. Жители Орска несут цветы, свечи и фотографии к стихинно созданным мемориалам. Свой мемориал создали ученики и преподаватели 8-й школы Орска. Они вспоминают 17-летнего Илью Политаева. Хотел поступать, учиться на юриста. Сказал, я вижу очень много, ну не совсем хорошего, много негатива. Хотел бы помогать людям в чем-то разобраться. Поэтому он сказал, я буду юристом. Дети, конечно, в слезах. Психолог провела с ними урок, так сказать, и воспоминаний, и всего хорошего о нем. Родственникам пассажиров Ан-148 власти Московской и Оренбургской областей выплатят компенсации в миллион рублей за каждого погибшего. Министр труда Максим Топилин объявил о выплатах по 2 миллиона. Также семьям погибших 11 пассажиров москвичей обещала помочь столичная мэрия. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня и следить за последними новостями. Вот тема второй части нашего выпуска. Самолет, потерпевший крушение, разработан в Украине на заводе Антонов. Обвинили в шпионаже. В аннексированном Крыму задержан украинец. В Саратовском аэропорту почтили память жертв катастрофы Ан-148. Десятки людей возложили цветы к памятнику Ан-24. Пришедшие держали в руках портреты погибших на рейсе Москва-Орск. Владелец саратовских авиалиний Аркадий Астафьев, ему принадлежит 55,5% акций, предприятия сегодня допросили. В следственном комитете в Москве в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии» прошли обыски и изъятие документов. В Саратове у Естафьева репутация либерала и чуть ли не оппозиционера. Сегодня непонятно, как это скажется на бизнесе компании, потому что у нее были планы получить новые слоты и расширять географию полетов. То есть это все под знаком вопроса сейчас, безусловно. Ну а то, что начнутся какие-то поползновения, вот эти не совсем этичные, не совсем просто чистоплотные, да, и вспоминать о том, кто господин Астафьев по своим политическим интересам, к какому блоку он тяготеет и так дальше, к каким взглядам он придерживается, да, то есть все будет сводиться так или иначе на личности, и к этому нужно быть готовым. Украина назначила уполномоченного представителя для участия в расследовании катастрофы Ан-148 в Московской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета. Подробнее о предприятии «Антонов» и самолетах, которые оно выпускает, в справке Юлии Дрозд. Это любительское видео снято в 2016 году в аэропорту Перд, Австралия. Десятки людей встречает транспортный гигант Ан-225 «Мрия» производства бюро «Антонов». Он доставил из Праги для австралийского предприятия 170-тонный генератор. Ни один другой самолет на такое не способен. Госпредприятию «Антонов» более 60 лет. За это время там разработали более 100 типов самолетов. Первая категория – транспортные. Среди них – визитные карточки Антонова Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан». Эти самолеты способны садиться и взлетать в разных климатических условиях на аэродромах с разнообразным покрытием. Транспортеры производства Антонова автономны в работе. То есть для разгрузки и погрузки им не нужно дополнительное оборудование. Максимальный вес груза, который могут перевозить «Мрия» и «Руслан» – до 180 тонн. Так, недавно борт Антонова перевозил составные части ракетоносителя Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX. В категории пассажирских бортов разработки Антонова самолеты от 27-ми местного трубовинтового Ан-38 до 99-ми местного реактивного Ан-158. Бюро ориентируется на рынки стран с разными географическими условиями, где взлетные полосы могут быть невысокого качества с ограниченным наземным обслуживанием. Самолеты Антонова проходили испытания на крайнем севере и на юге. В частности, 80-местный Ан-148 совершает пассажирские перевозки в диапазоне температур от минус 55 до плюс 45 градусов. Кроме того, в бюро Антонов разработано 80 моделей специализированных самолетов. Они используются в сельском и лесном хозяйстве для перевозки раненых или тушения пожаров. Например, Ан-32П – единственный в мире самолет, который может садиться на высоте 4000 метров. Эта машина способна обрушать на огонь сразу 8 тонн жидкости. Другие известные модели – патрульный Ан-72П, Ан-74МП и медицинский Ан-74ТК. Почти половина комплектующих для самолетов Антонова производятся в России. Сейчас бюро постепенно проводит их замещение. Для этого ведет переговоры, в частности, с Саудовской Аравией, Китаем и Азербайджаном. В Олимпийской деревне в Южной Корее Международный Олимпийский комитет выделил особую зону траура. Кроме того, МОК выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа российского лайнера. В медальном зачете пока лидирует Германия. Четыре золотые медали и две бронзовые. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала единственной в истории спортсменкой, которая выиграла спринт и гонку преследования во время одной Олимпиады. У российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом, две медали. Одну из них серебро завоевала команда фигуристов в командном турнире. Бронза у Семена Елистратова по шорттреку. У Казахстана уже одна бронзовая медаль. Ее принесла фристайлистка Юлия Галышева. И в России собираются провести альтернативные Олимпийским играм соревнования для российских спортсменов, которые не получили приглашения в Южную Корею. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал сегодня соответствующее постановление. Состязания пройдут в нескольких городах по олимпийским и паралимпийским видам спорта, уточнил вице-премьер Виталий Мутко. Напомню, сам Мутко навсегда отстранен от участия в Олимпийских играх. Постановление МОК. Американский телеканал CNN раскрыл подробности обстрела российских наемников в Сирии. По данным телеканала, 7 февраля под удар коалиции во главе с США попали наемники из ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом через 40 минут расскажет мой коллега Олесь Кругляков в программе «Настоящее время Америка». Потери ЧВК «Вагнера» в Сирии увеличиваются. Расследовательская группа «Конфликт интеллигенс Тим» выяснила имена россиян, погибших 7 февраля при атаке на ДРС «Зор». А тем временем авиация «Израиль» наносит удары по сирийским ПВО и иранским наемникам. Сирийский гамбит или война прокси-армии. Сегодня вечером в программе «Настоящее время Америка». В аннексированном Крыму по обвинению в шпионаже задержали и арестовали украинца. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России. Константин Довуденко якобы передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. ФСБ России заявляет, что речь идет о государственной тайне. С подробностями из Крыма мой коллега Антон Наумлюк. Это уже 15-й фигурант дела так называемых крымских диверсантов или шпионов. Правозащитники в международных правозащитных организациях и в Киеве заявляют о том, что почти все они подвергались пыткам и признательные показания, которыми оперируют сотрудники российских спецслужб, были получены под давлением. Про Довуденко известно лишь то, что он сотрудник брокерской конторы из Донецка. Остальных подробностей мы не знаем и, по всей видимости, не узнаем, пока до него не будет допущен адвокат. Я напомню, главная новость из Украины. Сегодня Михаила Саакашвили выслали из страны. Представитель Госпогранслужбы Украины подтвердил, что Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Ранее лидера движения новых сил и бывшего президента Грузии задержали в центре Киева. Напомню, в прошлом году Саакашвили лишили украинского гражданства. Защита политика утверждает, что до окончания судебных разбирательств выдворить его было нельзя. В Министерстве юстиции ранее заявили, что не видят препятствий для депортации. И мои коллеги сейчас пытаются связаться с Михаилом Саакашвили, который в эти минуты находится в Польше. Следите за программой «Час Тимура Олевского». А у меня на этом все. Кристина Сворина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова